Вечерний прайм в эфире телеканала Алматы и в этой студии мы по-прежнему обсуждаем то, что волнует, радует и вызывает споры. Здравствуйте! Меня зовут Ардак Сейтказин и сегодня мы поговорим о возвращении казахстанцев из зон боевых действий. Гость программы Ельнар Берегбаев, эксперт информационно-разъяснительной группы города Алматы. Добрый вечер! Добрый вечер, Ардак! Ельнар, предлагаю начать разговор с главной новостью и, собственно, повода нашей сегодняшней беседы. Это возвращение 47 казахстанцев, в том числе 30 детей из Сирии. Что вам известно об этой операции? 6 января по поручению главы государства правоохранительными органами совместно с Министерством иностранных дел была завершена гуманитарная операция по эвакуации наших граждан из зоны боевых действий. Было эвакуировано 47 граждан Казахстана, среди них 30 детей и 11 женщин. Нам показали только финальную часть этой операции, их успешное возвращение на территорию Казахстана. Но работа велась на протяжении долгого времени. Несколько месяцев ранее были достигнуты договоренности с представителями демократических сил Сирии, с представителями сирийской автономии по эвакуации наших граждан именно из территории Сирии и Ирака. А договоренность, получается, была достигнута на площадке Астанинского процесса? Там были предварительные договоренности, но затем уже более финальная точка в этом вопросе была поставлена именно на территории Сирии, куда прибыли наши сотрудники органов по борьбе с терроризмом. После этого наши граждане прошли спецпроверку властями Сирии и Ирака, нашими органами на причастность к террористической деятельности. И после прохождения всех спецпроверок удалось эвакуировать наших граждан с данной территории. Далее хотелось бы привести цитату президента. Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов. В связи с этим хотелось бы спросить, расскажите, как, собственно, попадают казахстанцы на территорию, допустим, той же Сирии? То есть понятно, что есть определенные профессиональные, так скажем, вербовщики. Ну, начинается с того, что в поле зрения вербовщиков попадают молодые парни. Да, это та категория лиц, которая им действительно интересна, активная часть населения. Это молодые парни и женщины, девушки в возрасте в среднем до 30 лет. И, пользуясь их религиозной неграмотностью, их пытаются завлечь в ряды экстремистов, беря выборочно аяты из Корана, нагнетая обстановку в обществе о том, что всё несправедливо. Они говорят, что вообще жизнь очень тяжёлая, что беспросветная. И затем постепенно-постепенно начинают говорить, что если мы построим своё исламское государство, вот мы будем жить по шариату. И люди, питаясь вот этими иллюзиями, они попадают под влияние экстремистов и затем активно начинают участвовать во всех этих действиях. Предлагают материальную помощь, помогают устроиться на работу, где-то что-то... Внимание, постоянное внимание, интересуются, как у тебя дела, пытаются завлечь всяческие... К каждому человеку у них индивидуальный подход. То есть тонко играют на слабостях людей и затем уже настроив человека против системы, против общества, против его прежнего уклада жизни, они начинают увлекать своими идеями. Правильно тогда говорить о том, что в зоне риска находятся именно определённые категории людей, так скажем, обеспеченных зажиточных людей. Им сложнее завербовать, нежели тех, у кого какие-то есть жизненные трудности, так скажем, на данном этапе. Да, это и так. Но с другой стороны, зажиточные граждане, то есть люди с хорошим материальным положением, для них также интересны, потому что они нуждаются в постоянных финансовых влияниях, чтобы спонсировать свою террористическую деятельность на все преступления, им нужны деньги. То есть и пытаясь втянуть людей с хорошим материальным положением, они в дальнейшем, конечно, будут использовать их уже как доноров для подпитки вот именно своей преступной организации. Это те же самые пожертвования, получается, передача имущества в их собственность. А широкое проникновение интернета, соцсетей, мессенджеров и так далее, да, оно как-то облегчило им задачу по вербовке, вот на ваш взгляд? Несомненно. То есть чем удобен для них вариант именно вербовки посредством мессенджеров и интернета, потому что там нет непосредственного личного контакта с человеком, то есть и спецслужбам, конечно, будет сложно найти этого человека, от которого пошла эта информация. Это все делается, да, люди находятся и привлекаются. Мы видим статистику о задержаниях, да, вербовщиков в социальных сетях, распространения в интернете. Но вот именно массовый сброс такой информации, первоначальная заинтересованность, вот вызвать интерес, разослать видео, проповеди, они предлагают прослушать проповеди. Вот это, несомненно, интернет облегчило доступ информации. Поэтому важно грамотно пользоваться интернетом, различать информационные ресурсы, пользоваться только проверенными источниками информации, чтобы не попасть под влияние деструктивных религиозных идеологий. А попасть под влияние очень просто. Это просто можно, откликнувшись на объявления о бесплатных курсах, курсах иностранных языков, да, каких-то курсах самосовершенствования. Вот поэтому надо быть очень длительными и внимательными. — Вот 47 казахстанцев вернулись из Сирии. Есть ли у вас информация, сколько еще казахстанцев могут находиться именно в зонах боевых действий? — Да. Точные данные очень сложно привести. Но вот по последним данным около 380 человек находятся на территории Сирии и Ирака. В чем сложность? Там идет в том, что данные граждане находятся на территории военных действий, боевых действий, постоянной бомбардировки. Также есть информация, что казахстанцы именно находятся в зоне бомбардировки. То есть ответить точно, живы ли данные люди или нет, также является затруднительным. По поводу детей, также сложно ответить, сколько конкретных данных. По последним данным их около 400. Дело в том, что многие, отправившись на территорию Сирии и Ирака, обзавелись с детьми именно на той территории. То есть это маленькие дети, которые никогда не были на территории Казахстана. Они не владеют ни казахским языком, ни русским языком. Они говорят по-арабски. И если брать средний возраст эвакуированных детей, то это возраст от 1 года до 5 лет. И именно проблемы с установлением Личности данных детей, тех детей, которые оказались без родителей. Но это ведь больше, наверное, плюс, если так можно в данной ситуации говорить, что им до 5 лет. Потому что можно ещё человека с человеком работать, возвращать. То есть какие-то деструктивные идеи, я имею в виду, они ещё фундаментально не заложены в это маленькое существо, в этого маленького человечка. Да, конечно. Но стоит тоже отметить, что в основном именно воспитание и основные моральные ценности установки у людей складываются примерно в возрасте до 5 лет в это время. Да, основные такие ценности. И сейчас какая ситуация? Многие мужчины умерли. Вдовы находятся. Вдовы и дети находятся в тяжёлых условиях. Они находятся в закрытых лагерях, куда их откуда очень редко выпускают. Это постоянный недостаток лекарств. Наши граждане заражаются местными вирусами. Потому что нет лекарств, нет нормального питания, очень сложно излечиться. Вот поэтому, да, и также было принято решение о том, что прибывшие наши граждане на территорию от Магносталской области пройдут адаптацию в течение месяца, где им будет оказано. Как раз таки, Ильяна, по поводу адаптации. Опять же, приведут стату президента. Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. Вот вы уже отметили, что в течение месяца они будут получать необходимую медицинскую помощь. А какая ещё им поддержка необходима именно в этот период? Знаю, что у нас есть специальные реабилитационные центры. Вот они как-то будут помогать им? Да, конечно. Возвращение этих детей и женщин требует комплексного подхода. Да, начиная от документирования этих людей, заканчивая психологической, правовой поддержкой и так далее. Конечно, да. Там куча вопросов. В первую очередь будет оказана медицинская помощь данным людям, потому что многие действительно находятся в плохом физическом состоянии, они требуют некоторой поддержки. И затем будет оказана помощь непосредственно с документами, помогут оформить все документы. После того, как пройдёт первичная адаптация, данные люди будут отправлены по местам их прежнего проживания. То есть если этот человек уехал с Алматы, например, или с другого региона Казахстана, он будет возвращён в свой родной регион и будет проходить дальнейшую реабилитацию уже у себя. А по поводу реабилитационных центров, то суть их работы заключена именно не в репрессивных мерах, а больше в идеологической и в популяризации именно наших ценностей. Это мирного существования, это порядка толерантности, опять же. В данных центрах... Первый центр открылся в Кустанае в 2001 году. На данный момент в каждом регионе Казахстана, в каждой области существуют реабилитационные центры, где работают теологи, психологи, религиоведы. Активно подключаются ради своих внуков, ради своих детей, родителей данных парней и девушек, которые уехали в Сирию и в Ирак. Близкие подключаются. Среди их числа очень много педагогов, также людей с активной гражданской позицией. Они заинтересованы к скорейшему возвращению своих детей к нормальной прежней жизни, которая у них была в Казахстане. И поэтому, я думаю, что совместными усилиями у нас все получится. Читая комментарии сейчас в тех же новостных порталах, в социальных сетях, я, в общем-то, понимаю людей. Некоторые люди пишут, выражают, так скажем, опасения из-за прибытия, из-за возвращения этих людей из Сирии. И понять их опасения, на самом деле, несложно. Мы не понимаем, чем эти люди там занимались. Мы не понимаем, насколько успешен будет этот процесс реабилитации и адаптации. И ваше мнение, вот как быть в такой ситуации? Дети, на самом деле, да, здесь невозможно не согласиться с президентом, дети безвинны. Вот как в такой ситуации? То есть здесь и морально-этическая сторона вопроса, но в то же время общество, да, опасения общества можно понять и принять. И поэтому здесь, наверное, да, какой-то комплексный, вот вы уже отметили, подход нужен. Ваше мнение, вот как быть именно казахстанцам, которые здесь были, как им относиться к этой ситуации? Мы хотели бы также успокоить наших граждан тем, тем, что все возвращенные женщины, да, и дети, они прошли вот именно спецпроверку. То есть данные люди, которые вернулись, они не участвовали в военных действиях. То есть была полная, тотальная проверка этих людей, да? Полная, тотальная проверка. По взаимодействию истористическим и возможному взаимодействию и так далее. Конечно, конечно. Как мы говорим, да, дети — это самое ценное, что у нас есть. И кроме нас, кроме нашего государства, да, эти дети никому не нужны. И, конечно, помимо главного вопроса о возвращении всех наших детей обратно в Казахстан, вот стоит вопрос об их реабилитации. Поэтому именно здесь подключается и Министерство образования, выработан целый комплекс мер по возвращению их, потому что, ну, ясно, да, в каких условиях находились эти дети. Но мы также уверены, что дети должны находиться в детских садах и жить, развиваться, расти, а не скрываться от авианалётов, пугаться от воя сирен и бомб, сбрасываемых на них. Поэтому все эти люди будут находиться на контроле, на контроле, да. С ними будет вестись теологическая работа, психологическая. Как мы сказали, помогут их родственники, самые близкие люди. И уже находясь на территории Сирии и Ирака, данные люди, они действительно вот сказали, что мы раскаиваемся, мы думали, что мы действительно едем строить исламское государство. То есть надо отметить, что не все из них ехали на войну, не все из них террористы, да, они не все хотели убивать людей. Действительно, люди некоторые, обманувшись, поехали туда строить, как они говорят, да, светлое будущее. Да, хотелось бы уточнить, да, что из 47, сейчас вот до судебного расследования объявлено 7 человек, да, 6 мужчин и 1 женщина попали именно под подозрение в связях именно с террористической организацией, запрещенной в Казахстане. Ну, пока идут следствия, конечно, этих, мы говорим, что вот спустя месяц, да, и они вернутся на места своего прежнего проживания, но вернутся только те граждане, которые не вызывают опасения и с которыми будет полная уверенность, что они прошли адаптацию и готовы вернуться именно действительно к мирной жизни у нас на территории Казахстана, да, стать нашими полноправными гражданами, приносить также пользу нашему обществу. А те, кто вызывает подозрения или как не готов вот отказаться от своих убеждений, с теми будет вестись работы, да, и они будут изолированы от общества при первой же необходимости. Вот исходя из вашей практики, исходя из ваших знаний, можете сказать, может быть, среднюю продолжительность периода реабилитации именно детей? Мы уже отметили, да, что тут обычный фильм ужасов перед сном, да, ребёнок посмотрит, потом месяцами не может спать. А здесь были ужасы войны, настоящей войны. Тоже речь идёт о некоторых таких психологических аспектах личности каждого ребёнка, каждого человека, да, но кто-то более впечатленный, кто-то менее. Для некоторых, например, детей, которые вернулись оттуда, они воспринимали всё это как некую игру, получается, да. Ну и, наверное, опять же, зависит многое от родителей, да, насколько они, так скажем, открывали весь этот мир детям, да, ненужный. Конечно, да. Многие вот родители, чтобы обезопасить своих детей, они говорили, вот что мы сейчас играем, мы должны прятаться, мы играем в прятки, вот давай кто у нас сейчас, нас не должен найти, всё превращали это в игру, чтобы как-то, да, спасти вот психику своего ребёнка. Но ответить точно, с какой период займёт реабилитация данных детей, это очень сложно, но работа, она будет вестись, и действительно эти дети будут наблюдаться, консультироваться всё время. Но все заинтересованы вот их в скорейшем возвращении к прежней жизни нормальным. Я хотел бы отметить, да, что название данной гуманитарной операции получило название «жусан». «Жусан» — это в переводе с казацкого «полынь». Есть такая метафора «горький, как полынь». И в древности люди верили, что полынь горькая из-за того, что впитала в себя горечь и разочарование людей. Но сейчас она способна исцелять и вселять уверенность в людей. Также существовало, существует поверье, что взятый в путь собой пучок полыни, он способен спасти людей от чувства безысходности и облегчить путь. И мы уверены в том, что самое страшное для данных людей, оно уже закончилось, оно позади, и теперь вот долгая дорога домой, их возвращение к жизни в нашем Казахстане. Тем более подобные операции продолжатся. Вы уже отметили, да, что по информации КНБ, от 400 до 500 детей может находиться ещё в зонах боевых действий. Поэтому мы будем ждать, наверное, дальнейших хороших новостей. Да, несомненно. Данная операция проводится. И также вот это до данной операции также проводились комплекс мероприятий по возвращению наших граждан в Казахстан. Это совместно именно с Россией, да, через город Грозный. Также были возвращены несколько наших казахстанцев, которые были переданы, да, в Казахстан, эвакуированы с этих боевых действий. Поэтому вместе с международной коалицией, да, с путём договорённостей данная работа будет продолжаться, и все граждане не вернутся в нашу территорию. Также мы не оставим ни одного ребёнка в зоне боевых действий. И хочется отметить, да, что данную операцию очень высоко оценили в Европейском парламенте. То есть все наши усилия направлены на возвращение наших граждан. Ведь не так много стран, которые занимаются возвращением своих граждан. Это Россия, Соединённые Штаты Америки и несколько стран Европы. И Казахстан своим данным таким поступком, он может дать хороший пример другим государствам, да, потому что наши граждане – это самое дорогое, что у нас есть наши дети, наше будущее. Дай бог, на самом деле, чтобы дети не видели войны. Как бы банально это ни звучало. Спасибо вам за разъяснение, спасибо вам за информацию и за вашу позицию. Благодарю. Это был «Вечерний прайм». И мы говорили сегодня о возвращении 47 казахстанцев с территории Сирии. Гость программы Ельнар Берегбаев, эксперт информационно-разъяснительной группы города Алматы. Счастливо. Продолжение следует...